Пастернак не очень популярен среди пермских садоводов, но это растение вполне может стать частью вашей коллекции пряных трав. Пастернак неприхотлив и хорошо растет на глинистых почвах. Сейчас подходит время его уборки. Его называют еще белая морковь. Его нужно выкопать. Желательно его помыть, чтобы частички почвы, которые прилипли, не портили продукт. Ну и, соответственно, заложить на хранение. То есть хранится он точно так же, как и морковь, достаточно хорошо. Ну и постепенно употреблять в пищу. В отличие от петрушки и сельдерея, надземная часть у пастернака в пищу не используется. Подходит и время уборки петрушки и сельдерея. Как и у пастернака, корнеплоды этих пряностей можно сохранять на зиму и добавлять в разнообразные блюда. А зелень срезать и тоже заготовить. Ее можно высушить, ее можно заморозить, нарезать помельче и заморозить. Ее можно засолить, то есть пересыпав ее солью. Ну обычно там доля соли должна быть порядка 20% от массы зелени. И в банке это будет отлично храниться в течение всей зимы. После обрезки корнеплоды можно не выкапывать. Если их оставить до следующей весны, свежая зелень порадует уже в апреле.